Второй том добротолюбия, страница 485, Святого Ефрема Сирианина, Советы Подвижникам, 89. Кто разумно поет в сердце своем, тот услышан будет Богом. Душа монаха нерассеянным оком довзирает к Богу, потому что ей, отрекшейся от мира и сосчитавшейся со Христом, свойственно пренебрегать всем земным. Душа монаха, благоухая духовно, свято заграждает обоняние свое от змея, чтобы не обонять в нем скверны похотения. Даже у кого в сердце страх Божий, того не коснется скверно сладострастия. Старайся всегда быть простосердечным и искренним, и не держи одно на сердце, а другое в устах, потому что это лукавство. Будь правдолюбив и не лжив, потому что лошадь дьявола, не воздавай злом за зло, но если кто сделает тебе зло, прости ему, чтобы и тебе простил Бог. Если борет тебя злопамятство, от всей души помолись о том, братья, и злопамятство отступит от тебя. 95. Смотри, не допускай в тебя страсть зависти, чтобы дьявол не поглотил тебя живого, но скорее исповедуйся и моли Бога, чтобы избавил тебя от таковой опасности. 96. Если видишь согрешающего, не разглашай его греха, не осуждай его, не питай к нему ненависти, чтобы и тебе не впасть в тот же грех. А лучше скажи, я хуже его, и сегодня согрешил он, а наутро согрешу я. 97. 98. Знаешь же и то, что бесы боятся молчания, поста, бдения, воздержания, смирения, молитв, слез и прочих добродетелей подвижнических. Если хочешь, чтобы Бог даровал тебе слезы, сокрушения и бесстрастия, непрестанно приводи себе на память смерть и гроб свой. Если обольщен будешь дьяволом и впадешь в малый или великий грех, не приходи в отчаяние и не обрекай себя на пагубу, но прибегни к исповеди и покаянии, и Бог не отвратится от тебя. 100. Не люби ходить в города, ибо если не будешь видеть греховного, то останешься чистым. Не пей вина до опьянения, иначе сделаешь, что сердце твое с неистовством устремится к удовольствиям. Не ешь по два раза в день, чтобы не огрубело тело твое, а с ним не окрепли страсти. Немного спи, но неотступно проси помощи Божией, да избежишь, как птица от сети. Не говори много, чтобы не впасть в ложь. Ничего не приобретай себе сверх потребности своей, и живи с умеренным достатком. Безмолвствуй и делай свое дело. Всею силой держи язык и чрево. Имей смиренно мудре, будь как незнающий и невежда. Будь кроток со всеми людьми. 110. Много вреда от говорливости и смеха, и муж благоразумный соблюдает безмолвие. Имей всегда перед очами своими смерть и искушение, никогда не доведет тебя до падения. Впрочем, вечером и утром испытывай сам себя, как провел ты время. Но этого невозможно сделать без труда, постоянного к себе внимания и наблюдения за сердцем. 122. Бойся Бога, как обязанный дать Ему отчет о всех делах своих. Ежедневно спрашивай себя, какую страсть победил ты. 133. Кто верует, что будет суд, тот не судит ни одного человека, но себя более блюдет и охраняет даже от малого и неважного худа. 144. Кто верует, что тело его воскреснет, тот заботится очистить его от осквернения. 155. Утвердясь в страхе Божьем, храни и исполняй все, что должно тебе делать, и не полагай притыкания совести своей. 156. Но будь к ней внимателен, чтобы и она была стражем твоим, и тотчас показывала, во что впадаешь, не оставляя тебя и не попуская впасть в руки врагов твоих. 166. Зная, что когда ум монаха начнет убегать своей волей и прибегать к Богу, сперва нападает на него уныние. 177. К истреблению такого уныния служат молитва и непрестанное размышление о Боге. 187. Размышление же это поддерживается воздержанием, а воздержание охраняется телесным трудом. Таков тесный путь, вводящий в жизнь. 188. Если истинно возлюбил ты Господа и прилагаешь старания улучить будущее царствия, и дал обет трудиться по причине своих грехопадений, то помни суд и вечное мучение, со страхом ожидая исшествия своего из этого мира. 120. Не имея пристрастия ни к деньгам, ни к имению, ни к родителям, ни к мирской славе, ни к друзьям, ни к родным, ни к братьям, и вовсе ни к чему земному, не имея ни заботы, ни попечения об этом, но прервав всякую связь, отложив заботы и возненавидев это, 129. Даже собственную плоть свою обнажив от всего этого, беспечально и неленостно иди вслед за Христом, взирая всегда на небо и оттуда, ожидая себе помощи. 129. Ибо смерть внезапно, суд близок, и горе неготовому. 129. Святой Иоанн Лествичник. Краткое сведение о нем. Родители святого Иоанна, место рождения и предшествовавшее вступление его в Синайскую обитель обстоятельства, неизвестны. 139. Из его творений видно, что он получил хорошее образование, но влегчение с пребыванием с Богом понудило его оставить мир и славу его и уединиться в обитель Синайскую, славившуюся тогда мудрыми отцами. 149. Вступил он на нее 16 лет и вдал себя в научение руководства старцу Мартирии, который через 4 года на 20-м году его жизни постриг его выноческий образ. 159. Послушание его старцу было так велико, что, казалось, совсем не имел он своей воли. В отношении же к братьям он держал себя просто и смиренно, никакого ни перед кем не выказывая преимущества. 159. Прожив со старцем своим 19 лет, святой Иоанн осиротел от него и по смерти его стал жить один, избрав для себя уединенное место, фола именуемое, отстоящее от обитель на 5 стадий. Здесь прожил он 40 лет. Жизнь его в уединении текла мирно, в строгом подвижничестве, которое он, однако же, умел скрывать, не выдаваясь ничем особенным. Каждые субботы и воскресенья приходил он в обитель, чтобы в храме слушать богослужения, приобщить все святых христовых тайн и потом побеседовать со святыми отцами и проверить их указаниями свое состояние. При таких беседах в собрании нередко говорила святой Иоанн и, как естественно, речь его не могла не иметь преимущества перед другими. Смиренных это радовало, а некоторые неискусные стали подозревать мудрого беседования ковчиславии и не умели скрыть такого подозрения. Тогда святой Иоанн, чтобы не соблазнять немощных, наложил на себя совершенное молчание, которое строго держал целый год, и разрешил его уже по усердному молению и тех самых, которые принудили его к осуждению себя на такой подвиг. По 40-летним житии в безмолвии святой Иоанн общим желанием всех брать избран был в игумена обители Синайской. Но, поуправляв этой пастрой духовной четыре года, он опять возвратился в свое уединение, незадолго до своей смерти, которое последовало на 80-м году его жизни в 563 году. По просьбе игумена Раивского, соименного себе, святой Иоанн написал лестницу духовную, в которой в 30 словах изображает степень восхождения к совершенству в духе. К лестнице присовокупил он и слово к пастырю, которым излагает обязанности духовного пастыря. Из 30 слов лестницы делаем выборку под следующими заглами – «Общее начало», «Подвижничество», «О покаянии», «О добродетелях и страстях» и «О борьбе с последними вообще». Четвертое – «О борьбе с восемью главными страстями» – «Слевоугодием», «Блудом», «Свебролюбием», «Гневом», «Печалью», «Унынием», «Счиславием», «Гордостью». И пятое – «О бесстрастии». Первое. Общее начало подвижничества. Бог есть жизнь и спасение для всех одаренных свободной волею. Богу Себя посвятивший, будучи облечен в вещественное и бренное тело, подражает жизни и состоянию бесплотных, держится одних только Божьих словес и заповедей. Во всяком времени, месте и деле всегда неослабно хранит свои чувства и творит насилие или осуждение естеству своему, всегда помышляет о смерти, скорбя и болезную душою, отвращается от вещественных благ, похваляемых миром для получения благ примирных. Все, усердно оставившие житейское, без сомнения, соделали это или будущего ради царствия, или по множеству грехов своих, или из любви к Богу. Если же они не имели ни одного из этих намерений, то удаление их из мира было неразумно. Впрочем, добрый наш подвигоположник ожидает, каков будет конец их течения. Когда хотим выйти из Египта и бежать от фараона, то и мы имеем нужду в некоем Моисее, то есть ходатай к Богу и по Богу, который, стоя посреди деяния и ведения, воздевал бы за нас руки к Богу, чтобы, наставляемые им, перешли мы море грехов и победили Амалика страстей. 5. Для всех покусившихся с телом взойти на небо, поистине потребно самонасилие, нуждение себя, и непрестанное самоозлобление, произвольные лишения, особенно в самом начале отречения. 6. Да коли сластолюбивый наш в нравне очистится, и бесчувственное сердце не согреется любовью к Богу, ибо труд поистине, труд и великое сокровенное болезнование неизбежны в этом подвиге, да коли ум наш, этот яростный сластолюбивый пес, не сделается целомудренным и любительным. 7. Впрочем, страстное и немоществующее. Будем благодушны. 8. Исповедуем Христу Господу немощь свою, представляя Ему несомненную верою, как десною рукою, и непременно получим помощь Его, даже сверх нашего достоинства, если только всегда будем низводить себя в глубину смиренно-мудрия. 9. Приходящие к этому подвигу должны всего отвергнуться, все презреть, всему посмеяться, все отрести, чтобы положить твердое основание. 10. Хорошо следующее трехстолкное основание. Незлобие, пост и целомудрие. 11. От твердого начала решимости без сомнений будет нам польза, если мы впоследствии и ослабели бы. 12. Ибо душа, бывшая прежде мужественной, если ослабеет, то воспоминанием прежней ревности, как острым оружием, бывает уязвляемо. 13. Некоторые много раз воздвигали себя этим образом от расслабления. 14. Когда душа, предательски изменяя сама себе, погубит блаженную и вожделенную теплоту, тогда пусть исследует прилежно, по какой причине она ее лишилась, и на эту причину дообратит весь труд свой и всю ревность, ибо прежнюю теплоту нельзя иначе возвратить, как теми же дверьми, которыми она вышла. 15. В самом начале отречения без сомнения с трудом, самопринуждением и с прискорбностью исполняем добродетели, но преуспевши перестаем ощущать в них скорбь. 16. Или ощущаем, но мало, а когда плотское мудрование наше будет побеждено и пленено огнем ревности, тогда совершаем их уже со всей радостью и вожделением и божественным пламенем. 17. Спрашивали меня миряне, как мы, живя с женами и оплетаясь мирскими попечениями, можем коснуться совершеннейшей христианской жизни? 18. Я ответил им, все доброе, что только можете делать, делайте, никого не осуждайте, не окрадывайте, никому не лгите, ни пред кем не возноситесь, никому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не соблазняйте, не касайтесь чужой чести и сохраняйте верность женам вашим. 18. Если так будете поступать, то недалеко будете от Царствия Небесного. 19. С радостью и мужеством приступим к доброму этому подвигу. Не будем бояться врагов наших, ибо они взирают на лицо души нашей, хотя сами и невидимы, и когда заметят, что оно изменилось от боязни, тогда ярость не вооружается против нас, видя, что мы устрашились. 20. Итак, смело вооружимся против них, ибо с мужественным борцом никто бороться не может. 21. Желающие истинно работать Христу прежде всего да приложат старание избрать себе при помощи духовных отцов и собственным разумением приличные места и образы жизни, пути и обучения. 22. Ибо не для всех полезно общежитие, и не все способы к безмолвию. Каждому должно рассмотреть, какой путь соответствует его качеству. 23. Все житье монашеское содержится в трех главных устроениях и образах подвига. Или в подвижническом уединении и отшельничестве, или в безмолвствовании с одним и много с двумя, или, наконец, в терпеливом пребывании в общежитии. 24. Кто истинно возлюбил Господа, кто истинно желает и ищет будущего Царствия, кто имеет истинную скорбь о грехах своих, кто поистине водрузил в себе память о суде и о вечных мучениях, кто истинно страшится исхода из этой жизни, тот не возлюбит уже ничего временного, 25. Уже не станет суетись и заботиться ни об имениях и приобретениях, ни о славе и чести мира этого, и ни о чем земном. 26. Но отложив всякое об этом попечение, еще же и тело свое возненавидев, наг и без попечения и лености последует Христу, непрестанно взирая на небо, и оттуда ожидая себе помощи. 27. И по слову святого, сказавшего, прильнула душа моя к тебе, и по слову иного преснопамятного, я же утрудился, последуя тебе, и дни, или покоя человеческого не пожелал Господи. 27. Иеремия 17, 16. Стыдно нам, оставившим все, опять воспринимать заботу о том же. Это-то и значит обратиться вспять и не быть управленным в царстве Божие. 28. Слушай, что сказал Господь юноше тому, едва не все заповеди исполнившему, одного тебе не достает, продать имение свое и раздать нищим, и самого себя сделать нищим для принятия милостыни от других. 29. Будем внимать себе, чтобы, думая идти узким путем, в самом деле не блуждать по широкому и пространному. 30. Вот верные начертания узкого пути, утеснение чрева, всеночное стояние, умеренное питье воды, скудость хлеба, очистительное питье бесчестия, укоризны, осмеяния, ругательства, отсечение своей воли, терпение нападков, нероптание при презрениях, перенесение досаждений тяжелых, чтобы мужественно претерпевать, когда обижают, 31. Не негодовать, когда клевещут, не гневать, когда осуждают, смирять, когда унижают, блаженный ходящие стезями показанного здесь в пути, ибо их есть царствие небесное. 32. Кто думает, что не имеет пристрастия к какой-либо вещи, а лишивший себя печали со сердцем, тот претерпевает сам себя. 33. Это пристанище отречения от мира бывает причиной ее спасения и бед. Это знает переплывающее это мысленное море. 34. Но жалкое зрелище, когда спавшиеся в пучине претерпевают потопление в самом пристанище. 25. Устранившись мира, не прикасайся к нему, ибо страсти удобно опять возвращаются. 26. Тех мест, которые подают тебе случаи к падению, убегай, как бича, ибо когда мы не видим запрещенного плода, то не так сильно его и желаем. 27. Постараемся подражать воту, а не жене его, ибо душа, обратившись туда, откуда вышла, уподобится соли, потерявшей силу, и сделается неподвижной. 28. Беги из Египта невозвратно, ибо сердца, обратившиеся к нему, не увидели Иерусалима, то есть земли бесстрастия. 29. Да будем отцом, будет отцом твоим тот, кто может и желает помочь тебе в свержении бремени твоих грехов, матерью сокрушения, которая может омыть тебя скверно, братом сотрудник и соревнитель в стремлении к горнему. 30. В неразлучную сожительницу возьми память смерти, любезными чадами твоими добуду сердечное воздыхание, рабом добудет тебе тело твое, а друзьями сделай себе небесные силы, которые во время исхода души могут быть полезными для тебя, если будут друзьями твоими. 31. Всей род есть ищущих Господа. 32. Удаляясь от мира, мы должны избрать для жительства места, лишенные случаев к утешению и тщеславию, и смиренные. 33. Если же не так, то мы действуем по страсти. 25. Как невозможно одним глазом смотреть на небо, а другим на землю, так невозможно не подвергнуться душевным бедствиям тому, кто мыслями и телом не устранился от всего сродства в мире, от всякого. 26. Добрый и благоустроенный нрав приобретается многим трудом и подвигом. 27. Но можно в одно мгновение потерять то, что было приобретено долгими усилиями, ибо худые сообщества развращают добрые нравы. 28. Второе. О покаянии. 29. Покаяние есть возобновление и крещение. 30. Покаяние есть очищение совести. 31. Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни. 31. Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам. 32. Покаяние есть помысл самоосуждения и попечения о себе, свободное от внешних попечений. 33. Покаяние есть щерь надежды и отвержение отчаяния. 34. Нам, впадшим в ров беззакония, невозможно быть извлеченными из оного, если не погрузимся в бездну смирения. 35. Иное есть сокрушенное смирение кающихся, а другое – угрызение совести, еще падающих в свой грех. 36. И иное – блаженное богатство смирения, посещающее совершенных через воздействие Божие. 37. Признак второго рода смирения – совершенное терпение и бесчестие. 38. Прежняя привычка тирани, часто и плачущих о ней. 39. И не делись этому, отчего и как бывают падения, темно и совершенно непостижимы для души. 40. Какие из них случаются по причине нерадения, какие по причине домостроительного оставления, какие по причине отвращения Божия. 41. Некто, впрочем, поведал мне, что в падениях, случающихся с нами по домостроительству, сподобляемся мы скорого от них возвращения. 41. Потому что предающий нас им не дозволяет долго держать нас, демону печали. 42. Когда язва еще нова и горяча, тогда она легко врачуется. 43. Но застарелые, оставленные в небрежении и запущенные язвы нелегко врачуются, и для врачевания своего требует много труда – резания, присыпания и прижигания. 44. Многие раны от времени делаются неисцельными, но у Бога все возможно. 45. Прежде падения в грех бесы представляют нам Бога человеколюбивым, а после падения – неприступно строгим. 45. Не внимай врагу, нашептывающему тебе, по падению о малости при грешении, говоря, лишь бы того и того тебе не сделать, а это ничего. 46. Часто и малые дары утоляли великий гнев судьи, и наоборот. 47. Кто истинно ищет удостоверение в отпущении грехов своих, тот почитает потерянным всякий день, который не плачет, хотя бы сделав тот сколько-нибудь добра. 48. Никто из злаженствующих плакать о грехах, да не ослабляет ревности об этом, обращая себя такими чаяниями. 49. Во исходе моем час смерти получу извещение о прощении. 50. Неизвестное не твердо верно, а слабим и извещением, да почию прежде даже не отыду, отсюда без этого извещения. 51. Где Дух Господень, там узы разрешены, где смирение неоцененное, там узы разрешены, а в ком нет сих двух, те пусть не обольщают себя, они связаны. 52. Живущие в мире, и они одни чужды этих извещений. 53. Но некоторые из них, текущие путем милостыни, в час исхода познают, сколько это благоплодно для них. 54. Кто плачет о себе, тот не станет узнавать о плаче или падении, или укоризне другого. 55. Пес, уязвленный зверем, еще боли на него раздеряются, неудержимо неистовствуя против него по причине боли от язвы. 56. Вникнем, не от того ли совесть перестала нас обличать, что как бы подавлена злом, а не от того, что стало чисто. 57. Признак разрешения в падении – всегдашнее признание себя должником. 58. Будем внимать все мы, особенно же падшее, да не внидит в сердце наше пагубное учение безбожного оригена. 58. Оно скверное выставляло преимущественно Божие человеколюбие очень по сердцу сластолюбцам. 59. В самом начале подвига исповедуем согрешение нашей доброму судье нашему духовному отцу наедине, если же повелит, то и при всех. 59. Ибо язвы, будучи объявляемы, не развереживаются тем, а врачуются. 60. Во время исповеди будь как наружным видом, так и внутренним чувством и мыслью, как осужденный преступник, поникший лицом в землю. 60. И если можно, то омочай слезами ноги своего отца духовного, как ноги самого Христа. 61. Беса обыкновенно внушают нам или совсем не исповедовать согрешение отцу своему, или исповедовать, но складывая вину греха своего на других. 61. Не прельщайся духом возношения и возвещай отцу своему согрешения свои. Не укрывайся, потому что без самопосрамления невозможно избавиться от вечного стыда. 62. Обнажай струб свой врачу и не стыдись сказать ему, отче, моя эта язва, моя рана. 63. Она произошла не от иного кого-нибудь, но от моей собственной лености. 63. Никто не виновен в ней, ни человек, ни дух, ни тело, ни другое что-либо, но только мое нерадение. 64. Иоанн предсеча от приходивших к нему прежде крещения требовал исповеди, не сам нуждаясь в ней, но ища спасения приходивших. 65. Ничто так не противно кающимся, как смущение от раздражительности, потому что покаяние требует великого смирения, а раздражительность есть знак великого возношения. 66. Луч солнечный, проникнувший через скважину в дом, просвещает в нем все, так что видна бывает и тончайшая пыль, носящаяся в воздухе. 67. Подобно этому, когда страх Господень приходит в сердце, то показывает ему все греки. 68. Как вода смывает буквы, так и слеза может очищать согрешение. 69. Как за неимением воды изглаждают буквы и другими способами, 70. Так и души, лишенные слез, очищают и заглаждают грехи своей печалью, воздыханием и многим сетыванием. 69. Как свежая рана скоро излечивается, так напротив, многовременные душевные язвы неудобно врачуются, хотя и могут исцелиться. 70. Как похоронившему отца своего стыдно тотчас по возвращении с похором идти на брак, 70. Так и плачущим о грехах своих неприлично искать в настоящем веке покоя или чести и славы от людей. 71. Как жилища граждан отличны от жилищ осужденных преступников, так и образ жизни плачущих о грехах своих должен быть совершенно отличен от образа жизни неповинных. 71. Чувство души есть свойственное ее свойство, но грех оглушает это чувство. 72. Сознание производит или прекращение зла, или уменьшение ионова. 73. Сознание же есть порождение совести, а совесть есть слово и обличение ангела-хранителя, данного нам при крещении. 74. Поэтому-то мы и примечаем, что непросвещенное крещением не столько бывает мучимо в душе за свои злые дела, сколько верное, но как-то неясно. 76. Желающий избавиться от бремени грехов своих, да подражает тем, которые сидят над гробами вне гроба. 76. И да не пристает изливать теплые и горячие слезы, и да не прерывает безгласных рыданий сердца до тех пор, пока и он не увидит Иисуса пришедшим и отвалившим от сердца камень ожесточения. 77. И ум наш, как Лазаря, разрешившим от уст греховных и повелевшим слугам своим ангелам, развяжите его от страсти и оставьте идти к блаженному бесстрастию. 78. Третье. О добродетелях и страстях, и о борьбе с последними вообще. 79. Рассуждение есть верное постижение воли Божьей во всякое время, во всяком месте и во всякой вещи. 79. Оно бывает только в чистых сердцах. Кто не изложил первые три из главных страстей – тщеславие, сребролюбие, чревоугодие, тот не изложил вместе и пять последующих – блуд, гнев, печаль, уныние, гордость. 80. Но кто не родит они изложения первых, тот ни одной не победит. 81. Все брания бесовские происходят от трех главных причин – или от нерадения нашего, или от гордости, или от зависти дьявола. 81. Правилом во всех случаях допоставляем по Богу совесть нашу, просвещенную верою и заповедями Господними. 82. И, узнавши, откуда веют ветры, по ее указанию, да распростираем и ветрило. 83. Во всех деяниях, которыми стараемся мы угодить Богу, бесы выкапывают нам три ямы. 84. Во-первых, борются, чтобы воспрепятствовать нашему доброму делу. 85. Во-вторых, когда они в этом первом покушении бывают побеждены, то стараются, чтобы сделанное было не по Богу. 85. Когда же в этом умышлении не получают успеха, тогда уже тихо подкравшись в душе нашей, ублажают нас, как живущих Богу угодно. 86. Первому искушению сопротивляется ревность о спасении, попечении о смерти. 87. Второму – повиновение и уничижение. А третьему – всегдашнее укорение себя самого. 87. Этот труд есть перед нами, доколе войдет во святилище наше огонь Божий. 87. Тогда уже не будет в нас насилия злых навыков, ибо Бог наш есть огонь поедающий. 88. Всякое рожжение и движение похоти, всякий злой навык, ожесточение, омрачение, внутреннее и внешнее видимое и мысленное. 89. Когда бесы одолеют душу и свет ума помрачат, тогда не будет более в нас окаянных ни трезвенного внимания, ни рассуждения, ни ведения, ни стыда. 89. Но место их заступит жестокосердие, ни чувствие, ни рассуждение и слепота. 89. А крадение души есть, когда мы почитаем за добро, в чем нет добра. 90. Оно есть неприметное лишение богатства, и есть неведомое пленение души. 90. Убиение души есть умершление словесного ума, впадение в непотребные дела, страха Божия, совести и чувства духовного подавления смертными грехами. 91. Погибель души есть впадение в отчаяние после совершения беззакония. 92. Да дерзают раболепсовавшие, страстям и покаявшиеся. 93. Ибо если они и во все ямы впадали, и во всех сетях увязали, и всяким недугам недуговали, 94. Но по выздоровлению будут для всех светилами и врачами, светильниками и наставниками, объявляя свойства и виды каждого недуга, 95. И своей опытностью спасая близких к падению. 94. Превосходнейший алфавит для всех начинающих есть следующий. 95. Послушание, пост, вретище, пепел, слезы, исповедание, молчание, смирение, бдение, мужество, мороз, труд, злострадание, уничижение, сокрушение, непамятозлобие, братолюбие, кротость, 96. Простая и нелюбопытная вера, без попечения о мире, непорочная ненависть к родителям, беспристрастие, простота с незлобием, произвольная худость. 10. Состояние и признаки преуспевающих, суть, не тщеславие, безгневие, благая надежда, безмолвие, рассуждение, твердая память, суда, милосердие, страннолюбие, умеренное поучение, непрестанная молитва, несребролюбие. Субтитры подогнал «Симон»